Привет. Я надеюсь, меня видно и слышно, потому что я сейчас нахожусь на чистых прудах, на Акупай-Абай. За моей спиной происходит какое-то феерическое фаер-шоу, а я вместо того, чтобы его смотреть, рассказываю вам о событиях сегодняшнего дня, 23 июня. Так, подождите, пожалуйста, что вы меня видите и слышите. Тем временем, я надеюсь, что когда у меня сучно по улице, это выглядит достаточно загадочно. Так вот, что касается событий сегодняшнего дня, сегодня в 12 часов началась акция Акупай-Следственный комитет. На самом деле она не имела достаточного пиара, поэтому там было вначале меньше активистов, нежели журналистов, но позднее люди всё-таки подошли. Было довольно много человек, хотя меньше, чем в прошлый раз. Однако, самое неприятное было, разумеется, отсутствие флакатов, отсутствие лозунгов и так далее. Это было довольно неприятно, но в целом акция удалась, особенно когда помощь подачи пришедшей туда Анастасии Удальцовой предложили провести, собственно, что-то вроде небольшого оцепления. То есть активисты выстроились в цепочку, и эта цепочка протянулась практически от сквера до бюро пропусков. Следственный комитет, собственно, нам, возможно, удастся в следующий раз зацепить, если она больше людей туда придёт. Ну, естественно, было неприятно то, что совсем не было никаких... В Бриске только один был одиночный пикет. Во-вторых, собственно, непонятно, почему их не было, потому что реально магазины у нас... магазин канцелярский находится в двух кварталах в сторону метро, комус, 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 и это было бы очень просто. Поэтому, если вы хотите, чтобы у нас были более яркие акции, приходите, вставайте на одиночные пикеты, и будем надеяться, что у нас это получится. Главное, собственно, напоминать Бастрыкину, что мы есть, что мы существуем, и что так просто он не отделается. Также сегодня прошла большая ассамблея. Шоу я покажу чуть позже. Хотя оно будет очень плохо видно, на самом деле. Ночная камера такая, ночная. Ну и чего, пошёл фейер, шоу? Так вот, у нас прошла большая ассамблея. На этой ассамблее было в разное время 50-20 человек. До этого у нас были интересные дебаты о стезации романтизации советского. Из этого, разумеется, они выродились в обсуждении «Хорошо или плохо было в СССР», которым приняли живейшее участие обитатели чистых прудов. Но они же позднее, в частности, остались некоторое время на ассамблеях. Вот. На ассамблее были приняты интересные вещи, такие, как Пашин-проект взаимодействия рабочих групп, который раскритиковал Георгий Комаров и заявил, что это похоже на советское учреждение, и что нужно делать всё гораздо проще. После этого решили, что проект обсудит группу по общей координации и выставит на всеобщее обозрение позже. Вот. Что ж, Каза? Дальше. Эта же ассамблея приняла полезное решение о том, что у нас всё-таки будут выходные на ассамблеях в воскресенье и в четверг. Большие ассамблеи будут в среду, в понедельник, вторник и пятницу будут ассамблеи конкретных рабочих групп. Вот. Завтра, соответственно, будет у нас определённая интересная активность здесь, сессия Living Rooms, политические дебаты и прочие приятные вещи. Вот. Также на ассамблее были анонсированы две очень важные вещи. Первая – это школа гражданской журналистики, которая будет проводить такие зубры, как Сапрыкин, Кашин, Азар и так далее. Это начнётся буквально 5 июля, я, наверное, на неё не буду регистрироваться, это... Хотя, почему бы и нет? На самом деле, я на неё тоже зарегистрируюсь, а раз на неделю будут проходить занятия. Вот. Дальше. Следующий пункт, который был озвучен, это комитет помощи политическим заключённым. Там будут собираться деньги на адвокатов, там будут собираться... какие-то ещё... А, там будут делаться акции, там будет планироваться митинг 24 июля в защиту политзаключённых. И я считаю, что это очень полезно, очень важная инициатива, но и ассамблея, наконец, начинает работать и поставлять в эти замечательные проекты волонтёров. Вот. Также сейчас ещё решается вопрос в интернете о том, чтобы выделить мне определённую сумму на нетбук, хотя это уже почти неактуально, потому что мне накидали уже 40, что осталось мне буквально собрать 1200 рублей, ну, полторы тысячи, до того, что мне ещё надо будет что-то есть в течение одного дня. Вот. Так, тогда попробую поговорить о завтрашних событиях. Завтра у нас Чериковский пикник, второй день Чериковского пикника, на который я могу съесть, было бы интересно. Дальше у нас ассамблея, точнее, не ассамблея, а культурные мероприятия на Абая, в частности, Living Room с 4 до 8, и с 8 политических дебаток. Вот. Это то, что у нас будет здесь в воскресенье, а что... Ну, собственно, это всё о событиях до воскресенья, и теперь бы осталось только, наверное, за... Пусть будут вопросы. Давайте ваши вопросы. Да, вариант, нет вопросов, иди отдыхай, не принимается, потому что бложек сразу не запишешь. Что, я думаю, об аресте Басырова в Астрахани? Ну, я считаю... Я не знаю, что там написал Басыров, но то, как это происходило, это реальный ад, да, и... в регион... потому что в региону происходит такая херня, это надо пиарить в ДМП, точно даже как по Газаряну, и... в конце концов, создать ДМП Астрахань и атаковать. Что я не склеил блондинку, но я подумаю с вашим предложением, на самом деле. Она клёвая, чувиха. Я подумал с вашим предложением. Чем закончил сегодня на СК? Нет, винтежа не было, люди... Осталось человек 15, не попели песни и разошлись. Вот. Я не думаю, что она на меня так смотрела. Смотри, смотрела, но так, смотрела. Я считаю, что... Да и не думаю, что тут думать. Уж я и на хороший юрист, и он и... до СПЧ доберётся по этому делу очень быстро. А там заодно все узнают, какой ад. Так. Извините, телефон. Дальше. В общем, Шейн очень легко дойдёт до ЕСПЧ, я думаю. И по этому вопросу, и по вопросу судов в Астрахани вообще. Насчёт ты думаешь. Здесь думать нечего. Нужно читать блог Олега Шейна, где всё очень хорошо описано на эту тему. Вот. Олег Шейн написал очень неправильный пост про закон о митинге, где заявил, что, в частности, штраф за хранение оружия 3 составляет 3 тысячи рублей, а штраф за пользование за пределок неоглушителя составляет 2 тысячи рублей. И он говорит, что такая разница в штрафах, это как бы некое послание власти народу, и скоро народ его поймёт. Вот. Есть ещё у вас вопросы? Я ожидаю других ваших вопросов. Ну, хорошо. Если у вас вопросов больше нет. Передлежит на сторону оппозиции, сдав айпады. Я не думаю. Нам вообще придётся реабилитировать людей, которые если что, умеют создавать имидж режимы за деньги. Я так понимаю, там есть определённые такие прослойки, я не знаю, может их тысячи, может их десятки тысячи, и этих людей придётся каким-то образом реабилитировать, и искать им нормальную работу после этого, и о как, всё закончится. Но это тяжело. Но я не думаю, они будут скорее ужасно деморализованы, и сидеть по домам, и когда приказы перестанут приходить, потому что их боссы свинтят за границу. А потом их придётся долго реабилитировать. Почему вы не можете голосовать на фейсбуке, я не знаю. Регистрируйтесь, вступайте в группу, например, и голосуйте. Вот. Вступайте в группу. Там речь идёт уже о 1200 рублей. Так вот, собственно, я напомню, что фактически стало сейчас собрать порядка 1200-1500 рублей. Потому что нужно вступить в группу. Не дождаться, пока он сюда примет. полторы тысячи рублей. Вот эта вот сумма, грубо говоря, это то, что отделяет меня сейчас от нормального компьютера, который, если вы меня эти полторы тысячи рублей выдадите, я смогу, наверное, приобрести уже завтра, или в крайнем случае послезавтра, и, наконец, зажить нормальной жизнью. В таком случае, напишите модераторам просто по этому поводу. Вот. Зажить нормальной жизнью, собственно, и я хотел бы, чтобы вы мне немножко помогли. Это всем немного, и извините, что я постоянно заканчиваю ещё вот такими просьбами, но, кроме таких просьб, есть, конечно же, и другие просьбы. Другие просьбы заключаются в том, чтобы, во-первых, войти в... Входить в группы ассамблей и работать с ними, во-вторых, приходить на важные акции силы москвичи, ну и, разумеется... Паш, не читай этот комментарий, успокойся. Ну и, разумеется, если даже у вас в городе акций нет, то вы просто выходите с одиночным пикетом на государственном здании на оживлённую улицу и раздаете листовки. Это не так сложно. Это тот минимум, который можно сделать, кроме того, чтобы просто кидать деньги Мортису или куда-то ещё. Ну, разумеется, ваши более важные варианты того, куда кидать деньги, это адвокатам и прочим полезным людям. Вот выделять им деньги, конечно, даже нужнее, чем мне, но самое главное всё-таки это именно выходить на улицы на акции протестов. всего хорош, всё будет хорошо, если только наша общая активность может помочь нам отстаять страну. Потому что сейчас это на очень серьёзный момент. Пускай кто-то говорит о затишке, но я считаю, что борьба должна и будет продолжаться. И всё зависит только от нас с вами. Итак, напомню, что завтра я буду с вами либо на пикнике, либо на мероприятиях ассамблеи. Всё решится где-то мы завтра утром. И ещё раз напомню о том, что нужно порядка полторы тысячи, чтобы уже купить и окончать нетбук. Ну, я надеюсь, на этом можно закончить и попрощаться с вами до завтрашнего дня. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok